МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В магазинах поступили традиционные пасхальные куличи и кексы. Берегите здоровье! На неделе, во Всемирный день здоровья, специалисты-медики провели круглый стол, посвященный проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, а молодые рязанцы укрепили форму на фитнес-зарядке в Манеже юность. Ну а теперь во всем подробнее. Начнем с жилищно-коммунальной темы, которая напрямую затрагивает многих горожан. В четверг в здании регионального правительства состоялся брифинг, на котором шла речь о промежуточных итогах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Впрочем, на встрече обсуждались вопросы и по льготному ипотечному кредитованию, и по управлению многоквартирными домами. Обо всем подробнее расскажет Оксана Тебенихина. На сегодняшний день программа охватила более 7200 многоквартирных домов. Рассчитана она на 30 лет, однако имеются и краткосрочные периоды. В частности, госпрограмма капитального ремонта на 2015 год, которая включает свыше 700 видов ремонтных работ практически во всех муниципальных образованиях, где есть многоквартирные жилые дома. Уже на сегодняшний день ведутся отдельные виды работ по капитальному ремонту лифтов. Это в первую очередь, естественно, ремонтировать 100 оборудований, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию лифтов. Лебедки, различные электроприводы, механизмы. В том числе и приводятся в нормативное состояние сами кабины лифтов. Кнопочное управление, ну и сами лифты. В ближайшее время будут завершены работы по конкурсу выбора подряд на организации, которые будут устанавливать новые лифты, свыше 100 новых лифтов на территории области. Будет установлено. Также зампредправительство коснулся темы лицензирования управляющих компаний. До 1 мая текущего года все управляющие компании, которые заняты обслуживанием наших домов, должны будут иметь соответствующую лицензию. Право на получение лицензии будут иметь организации, у которых руководители сдадут соответствующий квалифационный экзамен. Из 140 управляющих компаний, зарегистрированных на территории области, практически все руководители такой экзамен сдали. На сегодняшний день 51 компания получила лицензию на право управления многоквартирными домами. Еще одна важная тема была озвучена участниками брифинга. Не так давно на федеральном уровне было принято решение о поддержке жилищного строительства в регионах, в том числе и в Рязанской области. Цель программы – предоставление льготных и потечных кредитов. В 2014 году до возникновения кризисных явлений в экономике страны стоимость ипотечных кредитов достигала 14%. После кризиса она превысила 19-процентный порог. Сейчас гражданам предоставлена возможность получать кредиты в ипотечных организациях по ставке не выше 12%. В это воскресенье 12 апреля будет отмечаться знаменательная памятная дата для всех жителей нашей страны, а именно День космонавтики. В этот день в далеком 1961 году советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный полет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. В Советском Союзе День космонавтики установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году. Этот праздник установлен по предложению второго летчика космонавта СССР Германа Титова. Вещи земляков-рязанцев, которые свою жизнь посвятили космосу, хранятся сейчас в музее имени Константина Эдуардовича Циолковского, организованном в 16-й городской школе. Изначально, более 30 лет назад, музей в 16-й школе создавался в честь основоположника аэронавтики, ракетодинамики и космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Сейчас экспозиция настолько велика, что размещается в двух кабинетах и даже рекреации. И посвящена она не только космическому мыслителям и ученому-самоучке Циолковскому, но и, конечно, первому космонавту Юрию Гагарину, а также рязанцам, космонавту Владимиру Аксенову и изобретателю межконтинентальных баллистических ракет Владимиру Уткину. Сейчас руководители музея и школьники готовятся к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Ребята недавно участвовали в конкурсе среди школьных музеев с проектом о рязанцах-ветеранах, которые после окончания войны связали свою жизнь с космосом. Недавно был проект среди музеев, который был посвящен Великой Отечественной войне, и мы создали газету, которая посвящена именно этой теме, различные статьи о рязанцах, героях Великой Отечественной войны, но, естественно, о космонавтах. Например, детские воспоминания Юрия Гагарина о фашистской оккупации. Также в Рязани живет инструктор Гагарина Прокопович, который недавно ответил в свой 100-летний юбилей, также есть при него статья, просто о героях-рязанцах Великой Отечественной войны. В первую очередь, я думаю, что знание о космосе, и если земляки-космонавты есть в твоем городе, то, несомненно, это очень важно, потому что это наше достояние, и это те люди, которыми мы должны гордиться. Этот школьный проект «Путь в космос лежит с полей Великой Отечественной войны» получился благодаря переработке большого объема фактической информации. Нам очень было трудно найти материал, который как раз касается военных лет тех людей, которые затем связали свою жизнь с космосом. Этих сведений очень-очень мало, но так как материал музея очень богат, у нас огромная библиотека, у нас много книг. Мы, пользуясь этим материалом, разыскали интересные сведения. Например, сведения о том, как воевал Владимир Федор Чуткин. Он очень не любил говорить о войне, он не хотел этих воспоминаний. Он, наоборот, говорил, что войны не должно быть, но все-таки есть воспоминания о его военных годах. Он прошел путь от Волохова до Берлина, и, соответственно, в эти годы были случаи, когда он мог погибнуть. Но судьба сберегла солдата для того, чтобы в дальнейшем он стал генералом Великой Холодной войны. И, соответственно, эту Холодную войну он тоже выиграл. Как считают руководители школьного музея, именно сейчас, когда страна отмечает 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, особенно важно показать вклад рязанцев в развитие атомной и космической промышленности. Космическая отрасль, как и другие высокотехнологичные отрасли промышленности, всегда являлась локомотивом для роста отечественной экономики. Сейчас в нашей программе настало время рубрики экономических новостей с Аленой Куколевой. Добрый день, и это обзор экономических новостей. До сих пор у многих работников коммерческих структур возникают вопросы, связанные с оплатой налога на имущество. Дело в том, что законом с 1 января 2016 года юридическим лицам на упрощенке и вмененке придется оплатить налог на имущество. Этот налог взимается, исходя из кадастровой стоимости по отдельным объектам недвижимости, административно-делового и торгового назначения. Перечень таких объектов утверждается полномоченным органом исполнительной власти Рязанской области до наступления налогового периода. Кадастровая стоимость утверждается региональными властями, и перечень этих объектов должен быть утвержден до наступления налогового периода. В связи с этим уже возникло много вопросов. При общей системе налогообложения, например, по торговой офисной недвижимости, налоговая ставка в 2015 году установлена на уровне 1,5%. С 2015 года организации, применяющие специальные налоговые режимы, это упрощенная система налогового вложения и единый налог на обвиненный доход. Также с 2016 года будут облагаться, будет возникать обязанность по расчету налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, и налоговой базы, по которой будет это определяться, как кадастровая стоимость. Но это касается тоже только с 1 января 2016 года. То есть в 2015 году организации, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты налога на имущество организации. Организации и спецрежимники, применяющие упрощенную систему налогобложения или ЕНВД, до 2016 года вообще не платили налог на имущество. Новую нагрузку для них распределили следующим образом. В 2016 году ставка 1%, в 2017 – 1,25%, с 2018 года и в последующие годы – 1,5%. Ранее в части имущественного налога разницы как таковой не было. Что для юридических, что для физлиц, а льгота была привязана только к режиму налогообложения. Теперь льгота для предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения, больше не действует. Теперь о кадастре. Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственная кадастровая оценка стоимость объекта недвижимости, приближенная к рыночной. Гражданам кадастровую стоимость квартиры нужно знать для того, чтобы понимать, как будет начисляться налог на жилую площадь. При этом жилую площадь менее 20 квадратных метров под налог не попадает. В прошлом году также был принят закон, определяющий расчет налога на имущество физических лиц, тоже исходя из кадастровой стоимости с 1 января 2015 года. Здесь необходимо обратить внимание на то, что налогоплательщики впервые получат налоговое уведомление с расчетом налога на имущество физических лиц за 2015 год, с расчетом по кадастровой стоимости, лишь в 2016 году. Кроме этого, сумма налога за первые 4 налоговых периода будет рассчитываться по формуле, которая будет предусматривать ежегодное увеличение на 20% от разницы между новым налогом по кадастровой стоимости и предыдущим налогом, который был рассчитан исходя из интервьюционной стоимости. Помимо этого, предусмотрена система налоговых вычетов для физических лиц. Это, по сути говоря, уменьшение кадастровой стоимости объектов недвижимости. То есть, если говорить, например, о квартире, то кадастровая стоимость квартиры будет уменьшена на кадастровую стоимость 20 квадратных метров от общей площади квартиры. В отношении комнат это 10 квадратных метров, а в отношении жилых домов 50 квадратных метров. Узнать кадастровую стоимость квартиры можно на сайте Росреестра, на самом кадастровом паспорте или в кадастровой палате. Также с 1 января 2014 года в силу вступили изменения в отношении транспортного налога, налоговое уведомление по которым граждане получат в 2015 году. Для пенсионеров и инвалидов отменена льгота на автомобиле с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил. Логика такая, если у человека есть средства на дорогую машину, найдутся деньги и на налог. Теперь к более радостным новостям. Впереди Пасха и стало известно, что пасхальный стол в Рязанской области оказался самым дешевым в России, чуть менее 270 рублей. Таковы данные портала для аграриев Агро-2Б. Творожная Пасха обойдется рязанцам почти в 209 рублей, а яйца примерно в 59 рублей. При этом стать лидером Рязанской области помог самому дешевому в стране творог – 159 рублей за килограмм. По цене на сметану область входит в первую двадцатку регионов, а по остальным продуктам не опускается ниже середины ценового списка. Дороже всех приготовлений творожной Пасхи обойдется жителям Чукотки. На ее компоненты придется потратить 628 рублей, и это без учета яиц, цена на которые в регионе составляет в среднем 94 рубля за десяток. На этом у меня все. Хороших вам выходных и светлой Пасхи! Ну и традиционно верующие люди готовятся к праздничному пасхальному столу заранее. Некоторые пекут куличи самостоятельно, другие же собираются их покупать. Проблем с этим не должно возникнуть, ведь все рязанские хлебозаводы и пекарни приступили к выпечке пасхальных куличей. Главное пасхальное блюдо, которое должно быть на Пасху на каждом столе, это, конечно же, пасхальный кулич. Кулич своей формой, да и содержанием является символом воскресшего креста, который в этот праздник приходит в каждый дом. История кулича берет свое начало с языческих времен. У многих народов существовал обычай – печь весной хлеб и приносить его в жертву земле. Ритуал был посвящен богам полдородия. Это говорит о том, что хлеб был основой основы во все времена. Он символизировал благополучие, здоровье и саму жизнь. Куличи на нашем предприятии производятся по традиционной технологии, на большой густой опаре. Процесс производства очень долгий. С момента замеса опары до тех пор, как готовая продукция выпекается и выходит из печи, длится более семи часов. Куличи начинают печь в Великий четверг, чтобы успеть осветить их в церкви перед Пасхой. Обычай делать на Пасху куличи связан с историей о том, что Иисус Христос приходил к апостолам, где те трапезничали. Во время трапезы ученики Христа клали на середину стола хлеб для своего учителя. А поскольку храм – это дом Христа, то появилась традиция оставлять в церкви хлеб для спасителя. Этот хлеб на Пасху освящали, а потом раздавали верующим. Замешанное тесто выбраживается в течение часа, и дальше тестовые заготовки поступают после разделки на расстойку. А сколько в таком получении куличиков? Здесь, если по 500 грамм разделывать тестовые заготовки, то получается замес от 92 кулича. Дом, семья в христианстве считается малой церковью, поэтому традиция печь пасхальный хлеб – кулич – стала чуть ли не обязательной для православных христиан. Считается, что кулич, который стоит на столе на Пасху – это символ незримого присутствия в Доме воскресшего Христа. Куличи на Пасху пекут из домного дрожжевого теста, желательно, чтобы он внешне немного походил на церковь, то есть был высоким цилиндрической формы. Наш рецепт, можно сказать, отобран годами. Мы как начали, разработали это наша своя рецептура, очень сдобные изделия. И давно, более 20 лет мы уже производим куличи, и покупатель ежегодно приходит, спрашивает, вы ничего менять не будете? Я говорю, нет, ничего менять не будем. Мы только в этом году увеличили содержание еще больше изюма. На прилавке в рязанские магазины пекари планируют поставить около 100 тонн пасхальных куличей и кексов. К другим темам недели. Нашей телекомпании на этой неделе удалось связаться с инвестором, планирующим строительство мебельного производства в рязанском микрорайоне Агропром. Напомним, возможность строительства предприятия мебельного кластера вызвала протесты со стороны местных жителей. Люди высказывали озабоченность тем, что это может ухудшить и без того не лучшую экологию Агропрома. А Дубрава, выросшая на территории бывшей воинской части, где, собственно, и планируется возвести мебельную фабрику, будет уничтожена. Кроме того, до последнего времени было непонятно, кто именно собирается инвестировать средства в этот проект. И вот в программе подробностей инвестор предстал перед рязанцами. Мы рязанская фирма. Мы платежи оформляем и оплачиваем в рязанский бюджет. Мы хотим поднять наш город, хотим создать рабочие места. Мы планируем, что рабочих мест будет около тысячи человек. То есть вот именно здесь, на этом Агропромском участке? Да, именно на этом Агропромском участке мы планируем создать тысячу рабочих мест. Также мы планируем обучение специалистов, которые будут там работать. Мы заинтересованы в квалифицированных, высокооплачиваемых специалистов для нашей фабрики. Мы наведем именно на этой территории порядок, благоустроим территорию. И люди Агропрома не будут видеть разруху, это какое они видят сейчас. Видеть всегда лучше, чем слышать. Мы попросили потенциального инвестора предъявить, что называется, свое портфолио. И побывали на одном из предприятий компании «Грант», где уже более года ведется мебельное производство. Репортаж оттуда продолжит программу. Крупный производитель офисной мебели планирует свое расширение. И новые здания предполагается разместить на территории бывшего военного склада ГСМ в Агропроме. Общество с ограниченной ответственностью «Грант» – молодое предприятие. В декабре минувшего года производитель заработал в полную мощность, в связи с чем и появилась необходимость в расширении. У нас трудной стороны более 100 человек, но производственных площадей нам все-таки не хватает, потому что оборудование у нас стоит высокопроизводительное. Мы растем, и все равно нам площадей не хватает, поэтому мы планируем развитие мебельного кластера. В новом мебельном кластере планируется организовать процесс сборки мебели, то есть класс экологической безопасности производства будет максимально высоким. Там будет производиться сборка, и основное ударение будет на производство мебели из массива березы, которое в нашем регионе больших количеств. Значит, вся черновая переработка будет производиться в Храблинском районе, на наш производство, которое будет находиться в городе Рязани, будет производиться только сборка, шлифовка. Наше производство относится к пятому классу экологической безопасности. Оно наиболее безопасное в окружающей среде. Кроме того, расширение мебельного кластера позволит обеспечить около тысячи рабочих мест для жителей Рязани и области. А это, несомненно, положительно повлияет на имидж нашего региона. Тем более, что и сами сотрудники предприятия отзываются о своем работодателе весьма и весьма. Работа мне нравится, условия хорошие. Зарплату платят вовремя. Без проблем все. Освоение территории в агропроме принесет ряд положительных изменений. Это касается и ее очистки, выпила больных и мертвых деревьев, а также высадки молодняка. Компания «Гранд» была основана в 2012 году. В производственной мощности складские площади компании и центральный офис расположены в Рязани. География работы ориентирована на всю территорию Российской Федерации, ближние и дальние зарубежья. Оказывается, что более половины рязанцев имеют лишний вес, а часть граждан так вообще страдает от ожирения. Конкретно с лишним весом живут 54% населения жителей области. Именно такие данные озвучили специалисты регионального Роспотребнадзора на этой неделе. Но это только одна из тех тем, которые обсуждались на круглом столе, посвященному Всемирному дню здоровья. Профилактика – лучший способ оградить себя от болезней. Во Всемирный день здоровья об этом еще раз напомнили медики. В Рязанской области к пропаганде правильного образа жизни подходит ответственно. На днях на пресс-конференции, посвященному правильному питанию, в Роспотребнадзоре была озвучена неутешительная динамика. Ожирением страдают на 80% больше, чем 5 лет назад. Причина ожирения кроется в избыточном по калорийности и дефицитам по витаминам и микроэлементам питания. Ожирение, помимо того, что делает фигуру человека некрасивой, способствует развитию ряда сопутствующих заболеваний. Это инсулинозависимый сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь. Известно, что лишний вес на 10 кг, превышающий соответствующую норму, повышает артериальное давление примерно на 20 мм. То есть каждый человек, который с избыточным весом всего 10 кг, по сути является гипертоникой. Не секрет, что избыточный вес является причиной развития гипертонии. А проблема с давлением – первый шаг к беспокойному сердцу. Не случайно 2015 год в нашей стране объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, рязанский кардиодиспансер начинает с 11 апреля большую работу по профилактике сердечных недугов, которая продлится до мая. Запланировано много мероприятий. Всем желающим за эти дни измерят артериальное давление, проверят уровень холестерина и глюкозы. Десанты здоровья отправятся на предприятия, в школы и вузы. Например, уже в эту субботу в торговом центре М5МОЛ всем желающим измерят рост, вес, давление и дадут рекомендации. Сердце, говорят врачи, не прощают равнодушного к себе отношения. Они утверждают, что сердечно-сосудистыми заболеваниями, как это ни странно, в основном страдают мужчины. У них обилие вредных привычек, любовь к жирному, соленому, жареному. Ну и, конечно, по сравнению с женщинами, высокая подверженность стрессам. Не больше пяти граммов соли ежедневно. Это на кончике ножа. И никакой пищи с холестерином. В основе сердечных проблем, считают специалисты, лежит наша русская привычка – вкусно и много поесть. Это порождение нашей, можно сказать, даже сытой жизни, потому что люди хорошо питаются, молодые, гиподинамия, они мало занимаются спортом. Не случайно наше правительство обратило на это особое внимание. Вот сейчас возрождается вот эта программа ГТО. Это все для того, чтобы оживить наше сознание в том, что обязательно нужно достаточное количество физических упражнений, физической нагрузки делать. Потому что кушаем-то мы хорошо, а нагрузку физическую не испытываем должную для сжигания того количества калорий, которые мы поедаем. И вот в Рязанской области, по данным эпидемиологических исследований, допустим, за последние пять лет на восемь процентов увеличилось ожирение, число ожиревших. Это очень много. Василий о своем образе жизни – выпивал, курил, вес набрал, мало двигался, почему-то говорит в прошедшем времени. Признается, что в настоящем на многие вещи смотрят уже иначе. Мужчине 60 лет. Он считал, что о сердце ему думать некогда, пока не появились тревожные симптомы. Отдышка, давление и неприятные ощущения где-то слева. В итоге гипертония и мерцательная аритмия. А раньше вы, повышалось ли у вас давление? Повышалось, да, давление. То есть давление повышалось какого возраста? Сколько лет у вас повышалось давление? Да, все время много. То есть где-то лет 20 примерно, повышалось. Да, да, да. А вы обращались регулярно к доктору? Нет, конечно. Я так злоупотреблял, немножечко, немножечко, да? Лишним чуть-чуть. Лишним, конечно, да. Соленое кушали? Да, конечно, я не контролирую. То есть в принципе в жизни чем себе не ограничено, регулярно в квартиру не ходили, да? Да, так вот. А потом, когда 6 лет назад вы впервые начали контролировать давление, в дальнейшем регулярно вы не ходили в поликлинику? Нет, конечно, нет. То есть тоже от случаев случаев? Да, от случаев случаев, да. Вот подожмет так. Врач утверждает, что вовремя обратился за помощью, и сейчас уже поводов для беспокойства нету. Но таблетки пить теперь придется постоянно. Сегодня, признаются кардиологи, их всерьез беспокоит, что сердечно-сосудистые заболевания перестали быть проблемами исключительно старческими. За последнее время инфаркт и инсульт сильно помолодели. 35-40 лет. Теперь это их возраст. Какие факторы риска у вас есть с тем, чтобы обратили внимание на состояние своего здоровья и задумались о ликвидации этих факторов риска? Есть эти факторы, которые мы можем с ними справиться. Мы просто не хотим. Это избыточная масса тела, это гипотедомия, это курение. Эти факторы, они очень здорово влияют на развитие артериальной гипертонии. И все же, как отмечают специалисты, самые эффективные меры борьбы с заболеваниями сердца и сосудов остается профилактика. В комплексе рекомендации снижение избыточного веса, диета, расширение физической активности за счет нагрузок. И на такой позитивной ноте наша итоговая информационная программа подошла к концу. Поздравляем вас с предстоящей Пасхой и желаем приятных выходных. И, конечно же, ждем в эфире программы «Время говорить» на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова